Йоу! Всем привет! В эфире рубрика «Джаз и джаз про». Это второй выпуск нашей серии про то, как слушать джаз. Если вы не смотрели первый выпуск, даже не советую и даже не рекомендую. Я настоятельно прошу вас посмотреть первый выпуск о том, как слушать джаз, потому что там мы покрываем некий базис. Мы говорим про самое главное, мы говорим про форму, про то, из чего состоит джазовая композиция, как она структурирована, на какие части она может быть разделена и как музыканты используют эти части для достижения своих артистических и аранжировочных идей. На основе этого базиса мы с вами будем строить сегодняшний диалог. Сегодня мы будем говорить про взаимодействие в коллективе, взаимодействие в ансамбле. Это то, без чего джазовая музыка на самом-то деле не существует. И это то, что джазовую музыку так сильно выделяет по сравнению с другими музыкальными жанрами и форматами исполнительства. Перед тем, как мы с вами начнем говорить про взаимодействие и начнем слушать музыкальные примеры, которые я для вас подготовил, нужно вообще понять, что такое взаимодействие. Взаимодействие я привык сравнивать с обычным человеческим диалогом, когда в компании людей происходит абсолютно живой, неподготовленный разговор. Можно представить себе ситуацию, когда вы высказываете свое мнение, свою какую-то позицию. Один из участников беседы соглашается, говорит, да, я с тобой согласен и высказывает свою позицию в дополнение вашей. Можно представить, например, противоположную ситуацию, когда вы высказываете мнение, а какой-то участник беседы, наоборот, не соглашается с вашей мыслью и говорит, вот ты так думаешь, это, конечно, здорово, но я вообще-то думаю по-другому, да. Может родиться какой-то конфликт. И мы с вами, как грамотные собеседники, знаем, что очень важное качество хорошего собеседника – это умение слушать. Это то качество, которым музыканты оперируют регулярно, в том числе в живом времени, в живой игре и в живом взаимодействии друг с другом. Мы не обязаны реагировать на все эти вещи, которые человек говорит. Да, мы можем просто слушать, внимать, находиться рядом и при этом давать ему пространство для того, чтобы он закончил свою мысль. Понимание вот этих простых, абсолютно человеческих факторов – ключевое для того, чтобы научиться понимать взаимодействие, которое происходит в джазовой музыке в живом времени. В музыке взаимодействие может проявляться в совершенно разных вещах. Мы сегодня будем с вами слушать примеры и стараться понять, в чем заключается взаимодействие в коллективе музыкантов, которые играют. Попозже немножко расскажу, что это за музыканты. Но если обобщать, то можно сказать, что участники коллектива, участники ансамбля, инструменталисты, вокалисты, они могут в какой-то момент предлагать идею, барабанчик может предложить какую-то ритмическую идею, скажем, пианист может ее услышать, подчеркнуть и ответить ему, например, тем же. Может ее услышать и ответить ему другим, да, чем-то другим, какой-то другой идеей. Может услышать и никак не ответить. Опять же, такие же вещи, как мы слышим в диалоге с людьми, точно такие же вещи происходят во взаимодействии в живом времени в коллективе. Музыка, которую мы с вами сегодня будем слушать, на самом-то деле записывалась мной с моими товарищами, близкими, потрясающими музыкантами. Мы записывали две композиции «There is no greater love» и «Someday my prince will come». Вы слышали их, вы уже слышали их в первом выпуске. Мы с музыкантами, когда записывали этот материал, мы сделали две разные записи. Первую версию записи вы слышали в первом выпуске, это как раз та версия, которую мы специально сыграли таким образом, для того, чтобы презентовать форму, для того, чтобы ее конкретно показать. Вторую версию тех же самых композиций мы записали с музыкантами с упором на живое взаимодействие в реальном времени. То есть мы старались друг с другом взаимодействовать, мы открывали импровизацию настолько, насколько это возможно. Сегодня мы с вами будем слушать именно вторые версии тех же самых композиций, которые мы с вами слышали в предыдущем выпуске. Должен сказать просто огромнейшее спасибо тем музыкантам, которые со мной сыграли, это мои близкие друзья. Илья Блаж из России играет на барабанах. И Сауль Охеда из Мексики здесь играет на контрабасе. Ну что ж, в наших традициях лучших я буду включать композицию, мы ее с вами будем слушать вместе, и я буду вместе с вами на нее реагировать. Поехали, слушаем первую композицию There is no greater love. Вступление, тема, импровизация, все как мы умеем. Ну вот я сразу уже на самом-то деле заметил момент, в котором происходит интересная вещь. Та-та-та-та. Я в аккомпанементе в этот момент времени сыграл такую ритмическую деталь, которую Илюша, барабанщик, вы ее не против, если я буду говорить Илюша и Сауль? Я буду говорить Илюша и Сауль. Илюша вовремя эту идею услышал, и в последний, мы называем это тычок, тычок, в последний тычок ритмический, да, в моем аккомпанементе, он его сыграл вместе со мной. Я его об этом не предупреждал, человек просто меня внимательно слушал и сыграл последний тычок фразой, моей же ритмической фразой, вместе со мной, как бы завершив мою идею. Илюша вовремя Илюша вовремя Если вы внимательно слушали, если вы хорошо помните предыдущий выпуск, Мы здесь интерпретируем мелодию саму, потому что мы здесь еще до сих пор играем мелодию, да, на данный момент времени. Мы ее интерпретируем очень широко. Вместо того, чтобы очень понятно, конкретно играть именно ту мелодию, вот, к которой слушатель привык, которую слушатель знает, может быть, вместо этого мы ее интерпретируем. Я так немножко отошел от главной мелодии, повисел на этом ритмическом рисунке и вернулся назад в мелодию. Сказал, все нормально, ребята, я ушел ненадолго. Я вернулся в коллектив, все хорошо. Здесь сразу в начале соло интересная происходит вещь, потому что вместо того, чтобы в первую долю после стоп тайма, так называемого стоп тайма, после того, как я сыграл небольшую сольную партию перед началом своего соло, вместо того, чтобы в первую долю прямо показать, ударить на барабанах и на контрабасе, и начать играть свинг, оба музыканта, абсолютно не договариваясь, и Сауль, и Илюша, вот что сделали. Они пропустили сильную долю и начали играть со второй доли. Абсолютно, опять же, не подготовлено, это абсолютно живое взаимодействие, которое вот просто произошло, вот просто потому, что оно произошло. Вместо того, чтобы вступить в сильную долю, оба музыканта вступили в слабую долю и продолжают этот ритмический рисунок еще на протяжении какого-то времени. Еще один интересный момент, который я слышу, я показал определенный тоже ритмический рисунок на фортепиано в своем соло, басист его услышал и повторил в своем аккомпанементе. Не так хорошо слышно, зависит от того, в каких колонках вы смотрите это видео, на каких колонках вы слушаете, слышите звук, но старайтесь слушать бас. Та-та-та-та-та-та, я сыграл, и баси сыграл, та-та-та-та-та, прямо вместе с он. Ну и здесь произошла достаточно типичная вещь в джазовой музыке. На самом-то деле, мы весь первый квадрат, мы только что с вами прослушали первый квадрат. Опять же, если вы не понимаете, о чём речь, посмотрите первый выпуск, потому что мы там говорили про то, что такое квадрат, как строится импровизация, на чём она основана. Мы доиграли первый квадрат, и начинается второй квадрат соло. Первый квадрат, мы так немножко плавали по ритму, да, мы так вот общались друг с другом, можно сказать, находились как раз в этом взаимодействии. В конце первого квадрата моего соло Илюша сыграл достаточно конкретные, понятные тычки, которые привели нас к тому, что мы ко второму квадрату соло начинаем играть абсолютно конкретный, понятный, чёткий бит, в простонародье называемый «в коробке». А здесь стоит сказать про распределение пространства. Это одна из самых важных, один из самых важных факторов взаимодействия, кто в какой момент разговаривает, кто в какой момент предлагает какие-то идеи, кто кому отвечает. Теоретически, если я солист, если я играю своё соло, по идее я ведущий, да, я должен какую-то идею постоянно предлагать, у музыкантов есть абсолютно потрясающая роль на мои идеи отвечать, на них каким-то образом реагировать. Это как раз то, что здесь происходит, потому что я немножко оставляю пространство, да, то есть какой-то временной промежуток, в котором я не играю, и этот временной промежуток сразу заполняет Илья, на барабанах делает чёткий, понятный, конкретный удар. Слышали? Слышали? На протяжении всего соло слышно, что мы не просто, что музыканты не просто играют в коробки, да, они не просто мне аккомпанируют, они по-настоящему участвуют в развитии моего соло. Они реагируют, отвечают, делают какие-то сложные, часто непонятные вещи. Здесь в конце, в конце этого квадрата происходит интересная и достаточно типичная для джазовой импровизации вещь, в которой я, как солист, предлагаю определённую ритмическую фигуру, и музыканты в какой-то момент её слышат, и не просто её слышат, но они начинают за ней идти, то есть они её играют вместе со мной. Мы играли эту ритмическую фигуру с музыкантами на протяжении какого-то времени, и потом мы пришли в тычке абсолютно вместе, разрешили это ритмическое напряжение, которое мы вместе с ними создали. Каким образом мы пришли в один момент времени вместе, не спрашивайте, это магия, которую я объясню ближе к концу нашего выпуска. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Да, я не буду объяснять, что сейчас происходит. Те люди, которые смотрели предыдущий выпуск, прекрасно понимают, что у нас сейчас идёт по четыре или по восемь, да? Определённое количество тактов играет солист, другое количество тактов играет другой человек. В общем-то, такое вот тоже общение, которое происходит между частями формы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот здесь интересный момент происходит в теме «Наконец». Мы сначала находимся с музыкантами в ритме, в темпе, а потом мы так немножко начинаем вместе плавать. Опять же, почему это произошло, сейчас разберёмся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да-да-да-да, я сыграл какой-то диссонанс, и он по ритму немножко плавающий, и Илья сразу меня поддержал, и сыграл какой-то тоже плавающий ритм на барабанах, немножко так вывел всех из зоны комфорта. То есть такой получился какой-то немножко неудобный момент, но поскольку мы его сыграли вместе, поскольку музыканты вовремя отреагировали, то он получился оправданным. Вот так вот я открыто критикую свои собственные записи. Вот так вот. Может, я ошибся вообще, а за счёт музыкантов я нормально звучу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь мы тоже совсем распались, да, то есть у меня такая фактура немножко распадающаяся ритмически, она такая вот прям вот непонятно, куда я иду. Вот куда я иду, непонятно. И Илья абсолютно играет со мной, он эту фактуру распадающуюся поддерживает таким образом, что никто не понимает, куда мы идём. Вообще просто полнейший конфуз. А вот тут вот мы вместе, опять же в коллективе, да, опять же не сговариваясь, возвращаемся в ритм, возвращаемся в темп, возвращаемся в коробку, опять показываем этот темп, опять показываем эту агрессию, этот бит. Ну, грубо говоря, мы этим говорим, что мы вернулись, всё хорошо, всё нормально. Мы тут немножко поплавали, тут немножко вот поэкспериментировали, в такой дымке понаходились. А вообще-то как бы мы вернулись, как бы мы знаем, что мы играем. В прошлом выпуске мы с вами говорили о том, что может в композиции появиться кода, чаще всего на самом-то деле в джазовом исполнительстве мы слышим какую-то коду, которая нужна для заключения, для завершения композиции. И здесь мы играем коду на четырёх аккордах, и мы решили её немножко развить. Слушаем, как мы её развиваем. Если бы я описывал вот этот момент, на самом-то деле это, знаете, на джемах, люди, которые ходят на джемы, тоже могут это часто увидеть во время исполнения коды, особенно когда мы крутим какой-то определённый гармонический рисунок, то музыканты часто не понимают, как из него выйти. И все его крутят до бесконечности. И играют его, и играют, и играют, и играют. Все же думают, ну когда уже закончится? Ну кто проявит инициативу? Кто из музыкантов проявит инициативу? Как это завершить? Это очень часто неловкий момент по энергетике в музыкальных коллективах, особенно если это джем-сэшн, если это не отрепетированный материал. Опять же, мы не сговаривались, мы не знали, как мы точно закончим композицию. Соответственно, мы тоже находились в таком вот немножко, в такой энергетике, не понимая, что произойдёт дальше. Вот кто возьмёт инициативу? Вот голосуйте просто, я не знаю, голосуйте, кто возьмёт инициативу? Барабанщик, пианист или басист, или Сауль Ахина. Что здесь произошло, тоже нужно понять, потому что я взял инициативу, как лидер коллектива я взял инициативу и сыграл фразу, которая ритмически говорит другим музыкантам о том, что мы подходим к концу, о том, что сейчас нужно заканчивать нашу долгую импровизацию. Мало того, в студии, когда мы записывались, на самом-то деле мы друг друга видели, но мы находились на достаточно большом расстоянии друг от друга, каждый находился в своей комнате для звукоизоляции. Соответственно, взаимодействие музыкально здесь происходит больше, чем зрительно. Я музыкально должен был показать, что мы подходим к концу, и что пора как бы ребятки закругляться, заканчивать и уходить по домам. Соответственно, это как раз то, что и произошло. Я сыграл фразу, которая ритмически нас к этому подводит. Очень конкретно, очень понятно, с ритмической точностью. Я сыграл заключительную фразу, и музыканты ее быстро услышали, подхватили и сыграли последний финальный тычок вместе со мной. Вот, в принципе, на одном примере, на примере одной композиции There is no greater love, да, мы с вами изучили какие-то элементы взаимодействия, которые там происходят. Опять же, музыка, которую вы сейчас услышали, ничего из этого не было оговорено с музыкантами, и мы абсолютно свободно к этому отнеслись. Единственная задача, которую я поставил перед музыкантами, заключалась в том, что мы должны показать разные элементы взаимодействия. В принципе, так и произошло. Мы с вами сейчас даже обсудили не всё, что происходит в музыке. Конечно, всё обсудить и все элементы заметить невозможно, но, на мой взгляд, я показал какие-то вот самые главные, да, остановился, и их как-то описал. На самом-то деле, эти элементы и многие другие элементы взаимодействия вы можете услышать в джазовой музыке везде. Я всех побуждаю ходить на джемы, ходить на джазовые концерты, внимательно слушать, как музыканты друг с другом общаются, какие идеи они предлагают, какие идеи они игнорируют, с какими они соглашаются, с какими они не соглашаются. Кто в коллективе берёт большую инициативу, кто берёт меньшую инициативу, кто даёт больше пространства другому, а кто это пространство тянет на себя. Все эти вещи, на самом-то деле, обо всех этих вещах очень интересно говорить. Их очень интересно замечать, потому что, если вы начинаете обращать внимание на эти вещи в джазовой музыке, то вы, по сути, просто выходите на другой уровень понимания того, что в этой музыке происходит. И на самом-то деле, если вы потихоньку будете развивать свой слух, ходить на концерты и делать вот такие небольшие заметки, о, здесь произошло вот это, а там произошло вот это, а вот здесь вот музыканты вот так немножко музыкально подрались, мягко говоря, да, то вы сможете замечать очень глубокие вещи, как, например, личность исполнителя, которая прячется за музыкой, которую он играет. И это одна из самых важных вещей в джазовой музыке, потому что исполнитель и хороший исполнитель знают, что он не сможет обмануть своего слушателя, потому что его музыка, его личность, его характер, умение общаться с людьми в буквальном смысле отражается на том, как он играет на музыкальном инструменте и как он взаимодействует со своим музыкальным коллективом в данный момент времени. Соответственно, придя на концерт и обращая внимание на какие-то такие исполнительские элементы, вы сможете по-настоящему понять, кто из людей внимательно слушает, а кто слушать не умеет, а кто, может быть, слушать умеет, но предпочитает перебивать. Да, многие вот такие человеческие качества на самом-то деле через игру на музыкальном инструменте очень-очень хорошо слышны. Я всех побуждаю слушать эту музыку, побуждаю ходить на концерты, побуждаю слушать эту музыку с умом. Я надеюсь, что эта информация полезна. Ещё раз огромное спасибо музыкантам, с которыми я записался, Илья Блаш на барабанах, Сауль Охеда на контрабасе. Я оставлю ссылки на их профиль в описании. Обязательно подпишитесь на них в социальных сетях. Они потрясающие музыканты и делают потрясающие вещи. Я не смог бы без них на самом-то деле презентовать этот материал, так как я его презентую вам. Спасибо вам огромное за то, что вы смотрите Jazz & Jazz Pro. Спасибо за то, что вы поддерживаете этот проект. Я в вас верю, я вас люблю. Я надеюсь, что будет больше выпусков. Да какой надеюсь? Будет больше выпусков. Оставайтесь на связи. Меня зовут Николай Мищенко. Всем спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok